Кабарга – необычная парнокопытная, представитель одноименного семейства. Встретить их можно в хвойных лесах Восточной Азии. Эти миниатюрные олени не имеют рогов, но вооружены длинными саблевидными клыками. Приветствую, с вами канал Узнавай и сегодня мы расскажем интересные факты о кабарге. Название животного имеет древнегреческие корни и переводится как «несущий мускус». На брюхе кабаргии расположена специальная железа, которая выделяет особое вещество – мускус. Это самый дорогой продукт животного происхождения, который ценится в буквальном смысле на вес золота. С древних времен являются незаменимым компонентом в Восточной медицине и парфюмерной промышленности. В традициях Восточной медицины мускус считается самым сильным анальгетиком – лекарством для лечения сердца, простуды, ревматизма и импотенции. В одном Китае на основе драгоценного мускуса делают более двух сотен лекарственных препаратов. Зоологи поделили кабаргу на семь видов. Кабарги – небольшие животные, длина их тела не превышает метра, а высота достигает 80 сантиметров. Задние ноги кабарги длиннее и сильнее передних. Отличительная черта самцов кабарги – длинные острые клыки, которые выступают изо рта почти на 10 сантиметров. Они используются для демонстрации своего превосходства перед соперниками и в драках с ними. Густая шерсть кабарги обладает уникальной теплоизоляцией и не намокает в воде. Благодаря этому животное не мерзнет и легко держится на плаву. Кабарги отлично прыгают, легко маневрируя, животное может в прыжке менять направление движения. Эти парнокопытные едят в основном лишайники и доля этого корма может достигать целых 95%. В качестве добавки к пище едят хвою, почки и листья деревьев. Чаще всего кабарги живут поодиночке, объединяясь в группы в период размножения. У кабарги много врагов. Они являются объектом охоты для волков, рысей, тигров, ястребов и беркутов. Не только за мускус досталось кабарге. Из-за ее клыков в стародревние времена люди считали, что кабарга – это злой дух или вампир. Увидеть нечисть считалось плохой приметой, а убить ее – благим делом. Клыкам животного приписывались разные магические свойства. В природе кабарги живут не дольше 5 лет, в условиях зоопарка – до 15 лет. Популяция кабарги за последние 20 лет значительно сократилась из-за уничтожения лесов и браконьерства. Почти все виды этих животных являются вымирающими, занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Попытки разведения кабарги имеют более чем тысячелетнюю историю, далеко не всегда успешную. Содержать кабаргу в неволе очень трудно из-за особенностей ее рациона. В Китае, Индии и России кабаргу тем не менее ухитряются заводить на фермах. На этом все. Смотрите другие наши ролики, пишите интересные факты о кабарге в комментариях. Спасибо за просмотр, будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok